Спасать диких птиц и животных – одна из миссий Ульяновского зоопарка. Раненые звери попадают сюда после звонков неравнодушных людей, которые обнаружили животных в лесу или у дороги. Операция по спасению происходит обязательно в присутствии представителя Министерства природы. Изъятие из дикой природы любого животного, любых птиц, копытные, любые животные, они нужны специальное разрешение. Поэтому при обращении, обычно граждане кто-то обращается, если какое-то животное или птица попало в беду, мы совместно с зоопарком выезжаем на место, смотрим, как попало, что попало, если это травма, принимаем решение, забираем эту птицу в клинику. Животные с травмой проходят реабилитацию в зоопарке. На сегодняшний день только ранее раненых птиц в зверинце 39. 9 из них краснокнижные. Часть пернатых больше никогда не сможет жить в дикой природе и останутся в зоопарке. А некоторые особи смогут без труда вернуться домой. Такое решение примут специалисты из Москвы после обследований. По закону, птицы, которые занесены в Красную книгу РФ, мы должны быть поставлены на учет. Если они не выпускные, то мы получаем разрешение у Роспроводнадзора о полувольном содержании. Мы должны будем создать им условия, максимально приближенные к реальному, чтобы они существовали и не только жили. Жизнь воспроизводственная, продолжали. То есть мы можем вырастить птенцов и птицы птенцов потом уже выпускать на волю. Чем мы в этом году и занимаемся. Степная орлица по кличке Степаниды была подстрелена или попала под машину. Точная история ее травмы неизвестна. Летать птица больше не сможет. А значит, и выжить в дикой природе ей не удастся. Ульяновский зоопарк станет домом для Степаниды навсегда. Ветврачи тщательно обследуют орлицу и назначают необходимое лечение. У нас, как видите, с собой оборудование. Потому что рентген – это одно из основных исследований у птицы, которые вот из природы, чтобы посмотреть переломы, нарушения какие-то. Соответственно, мы берем кровь у нее, делаем витаминизацию. И у некоторых птиц берем пробы крови на определение пола. Потому что есть у кого-то половой геморфизм, то есть можно самца от самки отличить. А есть виды такие, как сипухи, допустим, что самец и самка, они одинаковые. Заключение ветеринаров будет готово уже к концу недели, но выпустят птиц на волю к концу ноября. В ближайшее время зоопарк ожидает еще специалистов из столицы для обследования копытных животных.